Добрый день! Добрый день! Это опять офицеры России, да я так понимаю? 287, это первая машина была офицерская моя. Кто старший-то? Я понимаю, что, блядь, с офицерами России. Как-то решить вопрос можно это? Чего? Какие дела-то вы, блядь? Мой магазин уже задрюхали, если честно. Почему мой? Потому что это с жены моей магазин. Я не знаю, что это магазин. У нас сегодня рейд идет по Раменскому району. Да я знаю, блядь, вы каждый раз рейд, рейд у вас, рейд, у вас рейд. Бумажку видели? Да видел, я говорю, все хуйня. Это бумажка, что это, блядь. Это бумажка, можно потереться. Это что-то мне не надо показать. Другому кому-нибудь, может, покажешь, кто-то обосрется. Еб-то, и что здесь бумажка? Надо сделать так, чтобы просто на пусту ехать. Реально это сделать? Я знаю, там через 112. Но я не дам все равно что-то написать, похуй. Я сейчас там его оставлю, все, закрылись мы. И там жена сейчас с той стороны выйдет и все. Я просто... Там сотрудник полиции стоит. Похуй. Я с ним решу этот вопрос. Понимаешь? Это сотрудник полиции и все. Пацаны, чисто по-человечески. Если да, тогда нет, значит, но я уже буду бороться в обратную сторону. Я это сделаю. Причем тут бороться? Я не понимаю. Просто, ну просто заебали. За последний месяц офицер России, вот эта машина первый раз приезжала. Потом Федя начал приезжать. Эту машину я начал пробивать. Какой Федя? Офицер России. Это же офицер? Да. Ну вот я говорю, эта машина первый раз ко мне приезжала. Я ее пробил. Она стоит на организации. Здорово, Саня. Привет. Сегодня идет рейс совместно с ГУВД. По Рамевскому району. Правильно? Я понимаю. Ну все. И что? Ничего не выявили и все. Уехали. Вы ошибочно это сделали. Сейчас в полиции принесли и все. До свидания. А вы там сотрудника то нашего не закрывайте. Полицейского-то. Так, пацаны. Или боремся, или просто на просто здесь каждый. Я ничего не дам вам. Поверьте мне. Я отвечаю. Хоть ей подсохну. Да это похуй. Я закрылся и все. И ушел. Просто. Или решаем, или не решаем. С местным я тоже решу. Факт выявлен? Что? Я все понял. Закрыта? Закрыта? Да, ребят. Да. В дальнейшем разбирать, что она останется. Все. Можно было здесь в полисе. Какой чек вы достали. Вы старые принесли эту воду. Да мы на видео сняли. Товарищ старший, не надо. Ну у нас все пишется. Ну зачем вы так делаете? Вот я говорю, вы сами принесли это. У меня подставляют. Потом проблемы будут у него по службе. Зачем? Мы не приносили. Мы же сняли на видео. Девушка. Девушка, вы понимаете, вы закон сейчас нарушаете. Здесь подождет. Я и... Нет, вы не можете. Товарищ старший лейтенант, он же не право применять физическую даже силу. Не надо. Сейчас, согласно статье 20 федерального закона о полиции, товарищ старший лейтенант, она совершила административное правонарушение. Вы слышите меня? Я слышу. Отойдите от машины. Товарищ старший лейтенант. Товарищ старший лейтенант, пожалуйста, не нарушайте закон! Да. А, вот он, вернулся. Он на квадроциклю теперь приехал. Добрый день. здравствуйте если докажешь да я и вопросов нет ребят без обиды эти горы что я так и буду бороться с вами я не буду вам давать того чтобы в общем что даже если он закрытый был он сидел бы там вроде бога я не боюсь понимаешь что он там сидит просто завтра у меня деньги все свое время лично даже потрачу не поленюсь а чё это такой приезжает гаишник старший лейтенант и начинает говорить что это мой магазин давайте решим разве сейчас так должно происходить всем уже гайки давно закрутили по моему уже не 90 никакие он тут начинает сотрудник полиции пытается задержать на основании статьи 20 правильно право нарушения в силу применить правонарушителю а сотрудник дпс сопротивляется и всячески помогает правонарушителю скрыться с места происшествия то есть это уже нарушение какое то что они удерживали сотрудника там внутри замкнули этот магазин стали их выпихивать оттуда видео аудио записи есть неужели этого недостаточно